всем привет я гела и сегодня я покажу и расскажу про свободноходовую стежку с чего начать как научиться для тех кто впервые на моем канале скажу сразу я не профессионал не специалист обычную рукодельница любительница так скажем да то есть просто поделюсь личным опытом вот как и я к этому иду как я этому учусь вот ну в общем то с чего найти хотелось бы начать с того что я пришью очень люблю пачверк очень люблю лоскутное шитье и не занимаюсь этим в общем-то давно но я не покупаю специальные ткани для почерка а шью по большей части из того что найдется дома то есть у меня совершенно разнообразные ткани вы видите да здесь могут быть и старые просто не и блузка и джинсы и футболки все можно соединять совершенно любые ткани там и самые тоненькие там портьерные там какие-то да и джинсы в одном изделии могут там в том же одеяле например тут у меня и парчевые все на свете я могу сочетать в одном изделии вот и но для такого случая тем более стежка любая хотя бы ручная я считаю все равно нужно потому что стежка собирает изделия в единое как бы полотно все эти лоскутики до благораживает укрепляет украшает и это очень и практично и красиво и нужно каждой лоскутницы на мой взгляд с чего начать для начала нужно купить вот такую лапку ссылку на эту лапку я оставлю я купила такую лапку на алиэкспресс вот я ее проверила заказала себя еще уже пришли то есть у меня не одна она потому что я просто влюбилась в эту лапку она довольно прочная в общем этой лапкой я шью уже сколько времени вот усиленно последнее время особенно осваиваю эту свободно ходовую стежку хочу сказать сразу я только еще учусь вот я еще далеко не специалист там по художественным каким-то стежкам вот а пока осваиваю набиваю руку вот таким образом мы устанавливаем эту лапочку вот вы видите да на машинку такая это лапка подходит практически ну по крайней мере к очень многим бытовым швейным машинкам у меня швейная машина ж нам и вот видите вот таким образом она должна быть установлена в принципе ничего сложного далее мы ставим натяжение верхней нити я ставлю на 7 нижнюю в принципе не трогаю вот что еще из настроек вот здесь вот сразу убираем клавишу вот так вниз и вправо тем самым убираем нижний транспортер зубчики вот эти ведь они у нас углубляются как бы чтобы они нам не мешали и чтобы мы свободно передвигали изделие вот эти зубчики они уходят вниз потом когда мы поменяем лапку обратный режим нужно не забыть поднять эти зубчики таким же образом с помощью этой клавиши далее я сейчас выну эту ниточку как бы вниз туда протяну ну и собственно мы готовы к шитью далее я взяла для образца вот небольшой у меня вот такой вот сэндвич будет там состоящие из подкладки дальше синтепон и дальше декоративная часть полотна допустим вот это вот у нас одеяло будущее это лоскутное у меня небольшой вот этот образец большие одеяла я в общем-то стежку уже сотни раз показывала посмотрите в там видео я оставлю несколько ссылок вот просто сегодня именно по стежке на стежке хотела остановиться но раз уж вот так вот сэндвич мы собрали обязательно скололи и девочки вот у меня маленькая вот это вот маленький образец да но если мы стягаем изделия лоскутное одеяло тем более то очень многое зависит от сметки нужно вот таким вот образом сколоть ваше одеяло на полу да и хорошенько его сметать прям хорошенько хорошенько чтобы подклад синтепон и декоративная часть очень хорошо были соединены друг с другом пусть это будут широкие шаги до ниточки но стежка должна быть как следует полностью по полотну далее после того как мы все это сметали убираем иголочки чтобы не мешались и приступаем к стежке стягаю я ну вот можно вот такие перчатки строительные вот с резиновыми ладошками но именно эти они мне слишком большие если вам маленький падутся очень хорошо вот я недавно в принципе с вместе с коронавирусом с этим пришли ко мне вот эти перчатки да я их стал нашу постоянно вот и за эти перчатки конечно же очень здорово вот в этой стежке помогают ну то есть вы поняли да принципы тут в чем заключается в том чтобы руки не скользили чтобы хорошо было сцепление с полотном с вашим изделием поэтому вот эти перчатки прям чудо мне прям очень помогают и стягаю теперь я только в них вот надо обычные вот эти вот одноразовые то медицинские перчатки вот таким образом устанавливаем но стягать в данном случае у меня маленький образец поэтому его можно крутить вертеть это если вы шьете наволочки там на подушечку например еще что то небольшое там деталь для косметички вы можете конечно же эту деталь крутить вертеть в разные стороны им оттачивать свое мастерство как бы стежку да но не забываем про то что лоскутное одеяло вот на такой бытовой машинке особо не покрутишь то есть это очень проблематично вот вы представьте да там два на метр семьдесят у вас одеяло например даже если тоненький там синтепон как бы не было это очень большое вот поэтому одеяло я рекомендую сразу скручивается сворачивать в рулон с одной стороны и уже вот так вот вы его не повернете не покрутите как вот этот образец от я вам просто сейчас зачастую для наглядности показываю одеяло вы вот таким образом не покрутите в разные стороны одеяло вы будете шить в одном направлении и двигать вам его нужно будет вверх вниз или влево вправо там вот ладонью да и таким образом двигаться по всему большому полотну да это проблематично и очень здорово если ваша машинка имеет платформу но я вот например стягаю большие одеяло и на такой машинке тоже ну вернее она мне одна вот такая только вот сам принцип действия девочки это нужно наработать синхронизацию то есть давление на ногой на лапку вернее на педаль то есть скорость движения иглы до скорость строчки и синхронно как бы движение ваших рук как вы будете вот это вот полотно двигать поэтому для того чтобы понять вот это вот как бы синхронизацию это при произвести не поленитесь постигайте прям как следует на небольшом изделии даже с тем учетом что может быть вы выкинете это изделие понимаете пусть у вас будет именно для тренировки возьмите может быть не лоскутно а просто сложить там сэндвич и там буквально возьмите себе 50 на сантиметров и крутите вертите вертите этот сэндвич и стягайте и для начала я думаю вам не стоит там сразу пытаться как-то супер художественные там все эти стежочки камушки змейки и так далее сначала вот таким образом хотя бы просто вот эту вот змейку волну там как она называется не знаю мозги стежка освоите ее сначала набейте руку как следует вот потом уже будете вы успеете уже художественно там научиться всякие листики цветочки постигать понимаете вырисовывать сначала нужно набить руку именно вот синхронизировать скорость строчки и скорость движения ваших рук понимаете потому что если скорость строчки будет быстро руки очень медленно то как сказать вас получится слишком часто да если скорость будет медленно а руки вы будете слишком резко двигать полотно то у вас получится пропуске понимаете большие стежки это вам не нужно то есть вот это вот все в принципе нарабатывается быстро понимаете но испортите сначала что-то какую-то заготовочку как следует ее попортите и вы киньте но вы поймете понимаете все вот эти вот подводные камни которые как бы вам не объяснили вы все равно не прочувствуете пока не возьмете в руки поэтому я советую вам любую мастер в принципе это всего касается до любой мастер-класс как бы понятно как бы здорово вам не объяснили или там вам кажется непонятно все равно вопросы всегда остаются до тех пор пока вы сами не потренируетесь пока вы сами не возьмете шить ее в руки вот собственно и все дальше я уже пришиваю кромку но суть не в этом а именно в стежке что еще какие вопросы бывают девчонки часто пишут ой я сломала иголки уже с этой стежкой учусь уже ни одну иголку сломала или там у девчонки нижняя нитка тянет и тянет я уже не знаю как вот натяжение нити вам тоже нужно и так и так попробовать вот то есть все это прочувствовать и пишут путается нижняя нить или там ломаются иглы от свободноходовой нет девочки я уже пришла на своем опыте пришла к тому что не от свободноходовой ломается нить там вернее иглы и нить путается я на своем опыте по крайней мере пришла к тому что прежде всего нужно приводить в порядок машинку приводить в порядок каким образом чаще всего это забитая машинка мусором имеется ввиду ее надо полностью разбирать прочищать смазывать поменять иглу какой вы шьете нитки обычные я беру бывают даже разные у меня слегка там по толщине бывают вот верхние и нижние но всякое бывает там по ситуации смотрите точного рецепта нет потому что я как правило шью из тканей которые ну совершенно сами по себе ткани совершенно разные вот плотность синтепон там совершенно разный может быть у всех дам ткани могут быть совершенно разные собраны в одном изделии поэтому все только на вашей тренировке одного единственного рецепта на всех нет все на вашем личном опыте на вашей тренировке когда вы попробуете и так и так и всякие ткани и всякие толщины всякие нитки всякие натяжения раз при разных натяжениях тогда только вы наработаете вот этот опыт вот ну и по поводу чистки машинки да ну хотя бы как минимум раз в год а то конечно чаще надо по идее по-хорошему но я но раз в год хотя бы нужно вызывать прям мастера не самой а мастера вызывать чтобы он конкретно разбирал машину как следует все вычищал регулировал настраивал все эти болтики все это процесс там приводил в порядок и тогда ваша машинка будет прекрасно шить и не будет чего мешать вам в вашем творчестве в описании к этому видео я оставлю ссылку на стежку сборку сэндвича и стежку большого одеяла посмотрите какие то может быть там нюансы которые сегодня сказала там почерпнете да и на эти одеяла вот эти вот мастер-классы на все эти лоскутные блоки а также сборку все это есть у меня на канале конечно и на показанные здесь одеяла это же оставлю ссылочки но на этом я с вами прощаюсь мои дорогие желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения всего вам доброго пока пока а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok